Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня разберем такую больную, наверное, самую тему, когда работодатель не хочет вам выплачивать заработную плату, и поговорим, что делать, куда жаловаться и что вы в итоге получите. Поэтому, если вам это интересная тема, то продолжайте смотреть дальше. В соответствии с Трудовым кодексом Польши, выплата заработной платы является важным элементом трудовых отношений. Поэтому работодатель обязан вам выплатить заработную плату в зависимости от вашего договора и от того пункта, который там прописан. То есть, у некоторых бывает так, что заработная плата выплачивается не позднее, чем 10 календарных дней за предыдущий месяц. У некоторых до 25 числа за предыдущий месяц платится. Если же работодатель не соблюдает законы и, конечно же, не платит вам заработную плату, тогда вам срочно нужно идти в ПИП. Это панцевая инспекция працы, это государственная инспекция труда и оформлять жалобу. Во всех крупных городах есть эта инспекция. Если в вашем городе ее нет, то вам просто нужно ехать в ближайшую и там составлять жалобу на своего работодателя о том, что он вам не хочет выплачивать заработную плату. Важно также знать, что жалобу в инспекцию труда вы имеете право подать как самостоятельно, так и коллективно. То есть, если, например, в большой группе людей не выплачивает один работодатель, вы можете все вместе собраться и пойти написать жалобу на данного работодателя. Если же только вам он не выплачивает, вы тоже, конечно же, можете пойти в эту инспекцию и написать личную жалобу. Какие нарушения принимает ПИП, то есть инспекция труда? Ну, первое, это, как и понятное дело, это если работодатель нарушает трудовые отношения, то есть не платит вам заработную плату. Второе, это если подвергается со стороны работодателя какие-то унизительные оскорбления, давления, либо же психологические издевательства. Дальше, это если, например, работодатель вам не дает отпуск, либо не оплачивает вам больничный, не оплачивает вам декрет, хотя, например, по вашему договору это должно быть, то вы тоже можете пойти пожаловаться об этом. Если же работодатель вас трудоустроил на работу нелегально, то есть начарно, да, то вы тоже можете пожаловаться. Если выплата денежного эквивалента меньше, чем указано в договоре, также нарушение правил гигиены труда, то есть не выточа формы, например, специальной обуви. Если же вы работаете в опасных условиях труда, и если все это грозит здоровью работника, то вы тоже можете пойти и пожаловаться в данную инспекцию. Ну и давайте теперь будем разбирать по пункту, в зависимости от вашего договора, что же делать, если ваш работодатель не хочет вам платить заработную плату. Итак, первое, наверное, будем разбирать самого худшего, это когда вы работаете нелегально, то есть начарно. Сразу вам скажу, что незнание закона не освобождает нас ответственности. Это раз. Во-вторых, идя на нелегальную работу, то есть начарно, вы должны сами понимать, что вы несете ответственность сами за себя. То есть если придет какая-то инспекция по труду, либо инспекция как страж граничная, то работодатель заплатит штраф, а вас просто депортируют. Поэтому, идя на эту работу, вы сами рискуете, подвергаете себя опасности потом просто быть выгнанным из этой страны. Но если все-таки так случилось, вы пошли на работу начарно, или же работодатель сказал вам, что да, он вам оформил все документы, но вы не знали, и он вам не выдал договор, хотя опять это один тоже пункт, когда у вас должно быть на руках и разрешение на работу, и договор. Депор, оно не должно храниться у работодателя, оно должно быть лично у работника это быть. Но если все же так все произошло, что у вас нет ничего на руках, вы работаете начарно, и приходит момент выплаты, первый-второй месяц, он вас кормит завтраками работодатель и не выплачивает заработную плату, тогда здесь есть несколько путей получить эту заработную плату, но опять же вы должны понимать, что это не все 100%. Первое, это конечно же пойти в инспекцию труда и пожаловаться на работодателя, сказать, что вы трудоустроены начарно, то есть нелегально, и не получаете заработную плату. Конечно, вы должны тут понимать, что вам никто тут не пожалеет, по головке вас никто не погладит, не скажет, что вы бедненький. Вы тоже будете платить какой-то штраф. И перед тем, как идя в какую-то инспекцию, вы должны понять, что выгодно вам будет или нет, то есть чтобы ваши потом расходы не были больше, чем ваш доход в итоге. Поэтому лучше всего сначала подойти к работодателю и припугнуть его ПИПом, то есть вот этой инспекцией труда, то есть сказать, что если он вам не выплатит заработную плату, вы пойдете на него жаловаться. Возможно, некоторые работодатели среагируют на это, испугаются, и тогда выплатят вам, потому что многие работодатели боятся этой инспекции, так как они начинают ворушить все, и в итоге работодатель может заплатить штраф от 1000 злотых до 30 тысяч злотых, а это все равно немаленькая сумма для работодателя. Вторым вариантом это пойти в ужин с Корбовой сначала, прийти и сказать, что вы работаете нелегально, вы не платите налоги, и вам просто выпишут небольшой штраф, вы его оплатите, и потом после этого идти тогда в инспекцию труда, в ПИП, и писать жалобу на данного работодателя о том, что он вас нелегально трудоустроил и не выплачивает вам заработную плату. Следующим, если вы работаете на умове с лиценей или же на умове ОЧЛ, и работодатель вам не выплачивает заработную плату, тогда здесь тоже есть несколько вариантов, как добиться заработной платы. Конечно же, в любой ситуации, которую я сегодня буду вам рассказывать, вам нужно сначала подойти к самому работодателю, поговорить с ним, и немножко его припугнуть, вот эта инспекция труда. Если же никакой нет реакции, то смело можете идти уже в ПИП. Еще одним способом вы можете зайти на сайт вызвания до заплаты и заполнить там бланк, который отправляется вашему работодателю о том, что он должен вам заплатить заработную плату. Если же после вызвания до заплаты, когда вы уже отправили онлайн на работодателю, ничего не происходит, то есть работодатель вам ничего не платит, тогда вам нужно обратиться в суд с просьбой, то есть это сонтроеновый, и выдать наказ за платы. Всю, кстати, информацию по каждому договору я вам тоже пропишу в инфобоксе, оставлю вам все ссылочки, где вы можете прочитать, более детально также онлайн-страницы, где все заполняются бланки. Так что под видео обязательно раскрывайте инфобокс и читайте там более детальную информацию. Если же все-таки ничего не помогает, тогда вам нужно обратиться к судебному приставу, который более детально уже занимается этим заявлением, и в итоге может даже вообще конфисковать у должника все его имущество. Если же вы работаете на умове опрации, то здесь, конечно же, намного все проще, потому что именно на этом договоре вы получите свои деньги. Первое, то, что вам нужно, это обратиться в ПИП. И после того, как вы обращаетесь в ПИП, инспектор начинает требовать заработодателя, то есть это такое вызвание до заплаты. В большем проценте всегда работодатель выплачивает заработную плату. Если же все-таки ничего не происходит, тогда ПИП выписывает огромный штраф работодателю. И, конечно же, потом все будет зависеть от работодателя. Если у фирмы есть деньги, то в 90% вам, конечно же, выплатят вашу заработную плату, и вы просто расходитесь с этим работодателем. Но бывают такие ситуации, когда именно инспекция труда усугубляет всю ситуацию, и фирма находится на грани банкротства, и в итоге вот этот штраф еще больше влияет на это, чтобы они закрылись. В итоге, когда фирма объявляет себя банкротом, вы просто становитесь одним из человеков, которым фирма должна выплатить деньги. И в итоге потом вы ждете несколько месяцев, это может длиться до года, даже и больше, пока вместе разделяют все имущество и оформляют какие-то документы. Если же фирма была очень маленькая, то я вам скажу, что в некоторых процентах вы можете даже вообще не дождаться своих денег, потому что их просто будет неоткуда-то взять. Еще одним вариантом, это, конечно же, обратиться в суд. Но здесь вы должны понимать, что могут быть ваши расходы больше, чем ваш доход по заработной плате. Плюсом обращения в суд есть такое, что мало того, что работодатель вам должен будет выплатить заработную плату за несколько месяцев, которые он вам должен, так еще вы можете подать жалобу, и он вам должен будет заплатить за моральный ущерб. То есть вы можете получить компенсацию за то время, которое он вам не платил заработную плату. И в итоге сумма может быть даже приличная. Если же вы обращаетесь в инспекцию труда, то в течение 30 дней они должны обязательно вам сообщить результаты своей проверки, своей работы. Как же все-таки можно подать жалобу работнику? Во-первых, вы можете позвонить в инспекцию труда, вы можете написать письмо, вы можете заполнить бланк онлайн, вы можете отправить электронное письмо. То есть, в принципе, вы можете прийти лично даже в инспекцию труда и там рассказать свою ситуацию. То есть методов и путей очень-очень много. Просто было бы желание вообще это сделать. Конечно же, самым удобным способом является, не выходя из дома, вы просто заходите на официальный сайт инспекции труда, выбираете вкладку «Ескарго» и заполняете там бланк. Вы можете заполнять как на английском языке, так и на польском языке. Также в электронной жалобе не забывайте ставить галочку о том, что вы не против обработки ваших данных, потому что без этого заявку вас не примут и не будут рассматривать. Как я вам и сказала ранее, инспекция труда должна в течение 30 дней дать вам обязательно ответ на электронный адрес, который вы указали в «Ескаргах», то есть в этой жалобе. Почему работники очень часто боятся писать жалобу? Потому что, ну, понятное дело, что это дойдет до работодателя, и он, в свою очередь, может вас просто уволить и все, да? Но если вам не за что жить, и, в принципе, вы должны довести это дело до конца, то, я считаю, бояться вам просто нечего. Вы должны бороться за свой труд, который вы здесь делаете. Также стоит помнить, что если сумма задолженности не превышает 10 000 злотых, тогда работник в суде должен заполнить иск на специальном бланке, который выдается в суде. Если же ваша заработная плата, точнее, задолженность по вашей заработной плате превышает 10 000 злотых, тогда такой бланк вам заполнять не нужно. Если же вы заполняете данный иск, то к нему вы должны приложить трудовой договор, а также доказательство того, что работодатель вам не выплачивает заработную плату. Это могут быть и выписки из банка, это могут быть письма личного характера, то есть когда вы переписывались с работодателем, это могут быть даже выписки с сообщений, может быть, если он вам что-то присылал. То есть любые доказательства, которые гарантировали или показывали тот факт, что вам не выплачивают заработную плату. Еще немаловажным фактом вы должны знать, что если, например, вы подаете в суд жалобу, то это не является основанием для того, чтобы быть здесь легальным. То есть, если у вас закончилась виза, вы не подали на карту временного побыта, либо же вы здесь находились по биометрическому паспорту, не подали на карту временного побыта, и процесс затягивается дольше, чем легальное ваше пребывание, то с подачей заявки в суд это не дает вам права здесь находиться дальше легально. Для того, чтобы вы были здесь легально, вы должны иметь либо новую визу, либо же подать на карту временного побыта. Сколько стоит подача в суд жалобы? Вообще берется минимальная оплата, это 30 злотых. Если же у вас задолженность после вашей заработной платки составляет больше 50 тысяч злотых, тогда берется 5%. Ну и также нужно понимать, что инспекция, если инспекция труда вам должна сообщить какой-то результат в течение 30 дней, то с судом немного, конечно, будет дольше процесс происходить, он может затягиваться годами. Надеюсь, что эта тема никогда никого из вас не коснется, просто это для общего развития, пусть она будет, да. Спасибо, что были сегодня вместе со мной, нас с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok